Всем привет народ! Три программы для вашего гаджета, которые должны быть у каждого пользователя консоли PlayStation. Все мы активно юзаем смартфоны, потому представленные в сегодняшнем ролике программы как минимум упростят, либо дополнят социальную составляющую консоли. Начать бы я хотел из программы, которая является чуть ли не фундаментальной у пользователей консоли PlayStation. У приложения в принципе не особо замысловатое название PSAPP. Хочу сакцентировать ваше внимание, что все представленные программы доступны как на андроидах, так и на iOS устройствах. Вернемся назад к обозреваемому приложению. Здесь все очень просто. При наличии активного аккаунта сети PlayStation Network, после загрузки данного приложения из сети, нам необходимо авторизоваться. После чего мы попадаем в некое подобие социальной сети под названием PlayStation Network. Приложение поделено на 5 основных разделов. Первый раздел. Что нового? Это некое подобие новостной ленты, в которой мы можем просматривать все действия друзей, либо людей, на которых мы подписаны. Полезная фича в том случае, если у вас имеется большое количество друзей и вы любите отслеживать, кто какие ачивки выбивает. Также при наличии желания можно публиковать свои посты, в которые можно прикреплять различные картинки, скриншоты и в принципе делиться всем чем угодно со своими друзьями PlayStation Network. Полезная функция, если вы проводите львиную долю своего времени в сети PS Network. Следующий раздел у нас называется друзья. Да, пожалуй тот случай, когда название говорит само за себя. Раздел, в котором можно мониторить за своими друзьями, смотреть во что они играют, также управлять запросами на добавление, смотреть подписки и также искать новых товарищей. Следующий раздел называется уведомления. Здесь все очень просто. Все уведомления, которые поступают на ваш аккаунт PlayStation Network будут отображаться здесь. Четвертый раздел профиль, в котором можно осмотреть всю информацию по своему аккаунту PlayStation Network. И последний раздел, в который мы можем попасть через центральную кнопку PlayStation. Функционал данного меню завязан вокруг того, чтобы перенаправить нас на интересующий раздел сайта PlayStation Network, либо же PlayStation Store. Следующая программа, которая должна быть в арсенале у каждого пользователя консоли PlayStation, PS Messenger. Эту программу вы должны загрузить как минимум по той причине, что набор текста на самой консоли крайне убогий. И чтобы не заниматься анонизмом с набором текста, я вам крайне рекомендую установить это приложение, чтобы молниеносно отвечать своим друзьям. Тем более, согласитесь, что бывают такие ситуации, когда неудобно сворачивать игру и отвечать на сообщения. Потому, друзья, если вы до сих пор не используете PlayStation Messenger, то я вам просто настоятельно рекомендую сейчас зайти и загрузить. И последнее на сегодня приложение, PS4 Remote Play. Для тех, кто не в курсе, что это, то данное приложение позволяет выводить изображение на ваш смартфон с консоли PlayStation 4. В своем случае, объективной пользы из данного приложения я не смог извлечь, разве что сидя на толкане и играя в свою любимую игру. Но если, например, вы хотите дистанционно играть в игры на своей консоли, то это приложение вам в помощь. Друзья, если вы не можете найти данное приложение на свой смартфон в PlayMarket, зайдя в прогу PlayStation, она попросту перенаправит вас на страницу Remote Play. Приблизительно такую, друзья, я вам подготовил подборочку из трех основных, скажем так, must-have приложений для вашего смартфона, которые должны быть почти у всех пользователей консолей PlayStation. Огромная благодарочка, друзья, за просмотр данного ролика. Не забываем подписываться на мой канал и жмакаем палец вверх. Всем, друзья, до скорого, пока!